Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы поиграем в очень крутую и развивающую игру Bipet. Bipet это история про двух умных роботов, которые отправляются в путешествия. Им нужно будет выполнять много интересных заданий, решать разные головоломки, помогать друг другу, выручать друг друга. В общем, это очень интересная история, и мы вместе с Даником приглашаем присоединиться к нам. В этой игре, друзья, можно, естественно, играть вдвоем. Она есть, как я уже вроде бы сказал, и на приставках, и на Xbox, на PlayStation, на Nintendo. Мы сейчас играем на персональном компьютере, поэтому здесь, конечно, удобнее играть в одиночку. Но... Давай потренируемся, говорит инструктор. Попробуй поднять правую ногу. Так, и коснись меток. Наступай на метки, да? Подними левую ногу и коснись желтых меток. Попробуй. Отлично. Ну, то есть немножко мы потренировались управлять этим роботом. Теперь можно попробовать... ...поучить его ходьбе. Да, конечно. Да, в первый раз, конечно, это непросто делать, но... ...любое серьезное путешествие начинается с маленького шага. Дальше ты будешь действовать самостоятельно. Хорошо. Так, я так понимаю, у нас впереди препятствия. Да, беги, папа. Отлично. Отлично, мы его прошли. Впереди какой-то шар, да? Да. Топ, топ, топ. Отлично. Так смешно топает. По гладким поверхностям можно скользить. Давай скользить вместе. Хорошо, давай попробуем. Ух ты, как здорово! Он скользит. Прям как фигурное катание. Как на коньках. Класс. Так, а это что за труба? Туда можно? Ух, прям как в аквапарке. Да. Я уже тут вижу твоего нового друга. Так, привет. Давненько я не видел двуножку. Как тебе космический полет? Отлично! Так, энтер. Послушай, самая полезная часть двуножки это ноги. Пользуйся ногами с умом. Хорошо, спасибо за совет. Будем стараться. Попробуй открыть ногой вон тот ящик с сокровищами. Ну что же. Вон ящик. Давай попробуем. Сейчас научимся, как это делать. Возьми и зажми. Все, понятно. Нужно зажимать правой клавишей мышки. Твои ноги способны намного. Используй их почаще. Впрочем, выбор у тебя все равно небольшой. Это точно. Только ноги и голова. Но, например, этого робота мы видим, что ноги могут быть очень функциональными. Да. Хорошо. Так. Туда мы идем дальше. А, дальше мы идем вон туда. Да, собираем монетки по дороге. Соколисты. Ой, 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 ой. Ух, ух. Вот это да. Нужно быть очень аккуратным, да? Потому что эти клоны, я так понимаю, они могут столкнуть. Да, они тебя спросят. Подождем, подождем. Не будем никуда спешить. Беги, беги, беги. Каждое действие должно быть максимально обдуманным. Ведь это игра логическая. Смотри, папа, там есть монетка какая-то грубо. Так. Да. Ага. Так. А, все, я понял. Это, наверное, на время. Нужно собрать эти монетки. Успеем. Успеем, успеем. Интересно. Четыре, три, две, одну. Да. Есть, успели. Давай, Даня. Молодец. У нас уже одна звездочка. Супер. Две звездочки. Так, а куда же дальше? Наверное, на эту подушку. На подушку? Ну, я думаю, да, больше некуда. Ух ты, вот это батут. Собери монетки. Так, а теперь, я так понимаю, нужно добраться вон туда как-то, да? Да. Как же это сделать? Угу. Хорошо. Нужно отталкивать. А, беги с той стороны. Нет, если на одну... О! Получилось. Фух. Так, хорошо. Ну, конечно же, мы знаем. Возьми там ящик. Давай, пойдем, сходим, возьмем. Что же тут внутри? Монетки. Да. Здорово. Монетки всегда. Все. Ворота открыты, получилось. Вперед. Все. Сохранение. Это такой пузырь сохранения. Да. Так. Все, нам нужно пройти аккуратненько по этому краю. И тут есть небольшой квест, да? Как бы не квест, а, скажем, такое задание с препятствами. Ой, 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 ой. Вот и первое падение, да? Да. Надеюсь, что монетки в тебе не будет. Давай быстро, быстро. Давай шагай. Молодец, папа. Я старался. Да, туда, поделись. Сейчас вы там можете скользить. Не гайми. Стой, там... Стой, нет, не надо было. Чего? Там показано было... Не, не, все нормально, мы все правильно сделаем. Возьми. Монетка. Отлично. Ну как, друзья, вам нравится эта игра? Лично мне первые впечатления очень положительные. Управление интуитивно понятное. Так, теперь у нас, значит, сначала нужно нажать головоломка, да. А потом на квадратик. Отлично. То есть должна была быть правильная последовательность. Ну, вначале видно, да, задание просит. Ну, я думаю, конечно же, по мере прохождения игры они будут... Они будут более сложными, да. Тренировка закончена, но настоящее испытание только начинается. Начинается. Ну, конечно, кто бы сомневался. Да. Отправляйся на Землю и активируй сигнальные маяки. Галактика надеется на тебя. Ну, не вся галактика, но все же. Хорошо, будем выполнять задание. Задание выполнено. Тренировка. Мы были, можно сказать, в тренировочном лагере. Да. Надеюсь, что нам не придется проходить, и оно остановится. А, это портал. Запускается, значит... Портал. Все готовится к гиперпрыжку. Вперед. Задание включить все маяки. Так, открыт новый уровень густой лес. Все, вперед. Ох, ничего себе, что там летит. Это о тебе только и говорят. Ох, ничего себе, я знал, что ты пролетишь. Шторм вывел из строя маяк, и всех охотила паника. Можешь его поскорее починить, нам-то здесь и так светло. А вот галактическим путешественникам свет маяков очень важен. Он указывает им путь к Земле. Да. Ну, конечно же, им светло, потому что у них есть солнце. Ну, в общем, нам нужно отремонтировать маяки. Хорошо. Стань на кнопку и потенцируй за ручок. Возьми. Есть. Все. Интересно было бы, когда оно через 3 секунды закрывалось. Осторожнее с этими странными платформами. Видишь, они очень нестабильные. Ага, значит, нас товарищ предупредил. Мне больше не нравятся те морковки. Что эти платформы, которые похожи на печенье. Мне больше не нравятся те морковки. О, ой, тут сюда нельзя. Мне больше не нравятся эти морковки. Морковки? Да. Их можно, кстати, брать. Давай посмотрим. Что-то они слишком большие. Все, их можно просто вырывать, притягивать, но, как бы, может быть, они нам пригодятся в будущем. Да, может быть, так. Так, все, дальше идти нельзя. Можем... Только поели какие-то животные. Кстати, мы там, вроде бы, ничего не забыли сделать, нет? Вот здесь. Я имею в виду здесь. Там все, там все. Хорошо, сейчас эти платформы должны появиться заново. И поехали. Теперь... Давай встанем на платформу, которая после нашего друга. Давай, вот, отлично, возьми его. Все. Теперь нужно вот этот включить, да? Или его сразу же будет. А, нет. Все. Путь свободен. Угол. Так. Ну что же, у нас есть сохранение, да, вроде бы? Да. Ящичек. Я думаю, мы уже знаем, что нас там ждет внутри. Отлично. Ну, скорее всего, там еще будут звездочки. Ой, так, здесь есть промежутки большие. Подожди, смотри, там есть пугало на листочке, которым нарисованы глаза робота. Ну, я думаю, это просто... Я думаю, просто это так, для украшения. Ну что? А, нет, наверное, тут что-то есть. Давай аккуратно пробуем пройти по этим платформам. Там, наверное, что-то было. Пугали? Смотрим. Нет, ничего. Видишь, его нельзя никак активировать и использовать. А хотелось бы. Согласен. В загадках никогда не бывает что-то просто так. Вот даже вот этот камень очень странный. Ой, возьми, возьми, скорее, скорее, пап. Так, а что здесь? А, все, я вижу, уже, уже. Скорее, скорее, три, две. Не успею, я уже не успею, не успею. Можно попробовать еще раз, смотри. Попытка номер два и она удачная. Вот сколько нам монеток дали. Да, ну лучше бы дали звездочки. Они пропали очень быстро. Смотри, папа, тут есть загадка. Вначале нажми на кружок. Так, да, вижу. Так, кружок. Потом на квадрат. Ой, не то. Еще раз, заново. Кружок. Кружок. Квадрат. Квадрат. И треугольник. И треугольник. Все. Все, ты думаешь? Да. Нет, еще раз надо что-то... Возьми, наверное, бочку. Подожди, давай так. Бочка странная, она должна быть. Ого, ты чуть не упал. Может, ты сразу же нажми? Нет, теперь нужно, получается, вот так сделать. Вот. Просто тут должна быть четкая, правильная последовательность. Папа, еще возьми бочку. Я думаю, она не нужна. А морковка нужна. Морковка? Ну, я думаю, это не обязательно. Нет, в морковке есть монетки. Я думаю, это пожелание. Нам самое главное сейчас выполнить основную задачу. Так, как бы мы жили без магнитных рельсов? Согласен. Поставь ногу на кнопку. Поехали. Отлично. Так. О, сейчас мы будем растягиваться. Извини. Правда, не будем растягиваться. Есть. Теперь треугольник. Нет, тут нет треугольника. Это круто. Нет. Странно. Так, так, так. Аккуратно. Слышно легкое задание. Палатка. Чья-то. Давай посмотрим. Так, нам нужно проскочить. Странно. Эти пленка. Ой-ой-ой. Возьми его. Немножко нет. Так я же и хотел, видишь, чтобы получилось так. Ой-ой-ой, опять неудача. Сейчас должно поучиться. Пробую. Вперед. Ты во мне сомневался? Признайся честно. Нет. Точно? Да. Хорошо. Мне твоя поддержка очень важна. Я всегда верю в тебя, папа. Спасибо большое. Ой-ой-ой-ой. Песочек падает, а мы не падаем. Но бревна это очень сильно хотят. А давай все-таки посмотрим, что это за бочек. У нас уже 114 монеток юбилей. Так сказать. И попробуем на бочке. Отлично. Так, ну что, мы уже довольно неплохо прошли, да? Возьми бочки. Тебе нравятся бочки. Ага, вот их можно разбивать. И там внутри есть монетки. Все-таки ты был прав. Да. Смотри, там злые роботы какие-то. Интересно, для чего можно использовать монетки? Я еще пока... Нет, ты думаешь, это злые? Ну, сейчас посмотрим. Да, они курятки. Так, тут головоломка. Это петухи вроде. Значит, круг. Кружок. Круг. Круг. Сейчас, давай. Красиво станет. Ох, ничего себе. Переключатель сломался. Ничего страшного. Мы сделали новый. Мы тебе поможем, мы тебе поможем, мы тебе поможем. Мы тебе поможем. Так, не так нельзя. Нельзя. Так, теперь треугольник. Так, нельзя, папа. Все, я понял. Надо... Так. А я очень. Давай, я сниму. Теперь треугольник. Треугольник. Так, что-то я не то делаю. Еще раз. Значит, круг. Так, нельзя, папа. Круг. Квадрат. Квадрат. Треугольник. Я просто думаю, как дотянуться, Дима, для него. Может, снизу. А, все, я понял. И еще раз круг, да? Отлично, все. Учим. Давай обойдем этих петухов. Десятой стороной, а то они какие-то странные. Так, поднимаемся. Все у нас сохранение. Да, странные. Все, увидимся, ребята. Да, это робот с шляпками петуха. Ну да. Так, ну что, магнитные рельсы. Прокатимся с ветерком. Погнали. Это ваша паста. Я могу управлять только ногой. Дальше тебе придется идти в одиночку. Ну, вроде бы мы и так особо без компании шли, да? Ну, только то, что... Стой, возьми морковку. Я просто хочу побыстрее пройти, потому что на эти все вещи очень сильно отвлекаешься. Давай по очереди будем проходить. Конечно, да. Вот сейчас я... Я сейчас пройду уровень. Вот этот, да. В следующий уровень ты будешь проходить. И я уже помню. Но не обещал, что у меня все получится. Потому что я... Я играл в первый раз, а папа тренировался. Ну, чуть-чуть, совсем немножко. Мне же нужно было посмотреть. Вот это да, папа. Я краем глазом увидел, что ты упал. Так. Смотри, пап, тут какая-то деревяшка. Теря, теря. Фу, молодец. Отлично. Смотри, вот маяк. Маяк включен. Давай пять. Отлично. Первый маяк мы включили. С чем? И поздравляем сами себя. Ну, я думаю, друзья, и вы тоже рады, что все-таки у нас получилось. И, значит, уровень густой лес пройден. С вами был Даник. И мой папа. Выбори на канале Даник Джуниор. Обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, кто еще этого не сделал, чтобы не пропустить новые классные видео. В первую очередь с такими крутыми обзорами. Да, но самое главное, пишите мне комментарии. Я очень люблю читать ваши комментарии. И они меня мотивируют снимать новые крутые видео. Это правда, действительно. Даник читает всегда ваши комментарии. Поэтому пишите ему побольше. Да. Я даже их лайкаю. Так что, если у вас есть лайк, знайте, это мой лайк. И, если хотите продолжение прохождения игры Бипет, напишите. Продолжайте, да? Да. Все. Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok